Драка на Старом Базаре до сих пор не отпускает Барнаул. Ситуация изменилась на 180 градусов. Сейчас обвиняемый Дмитрий Лопатин, он же инвалид. Его так назвали в социальных сетях из-за трости в руках. Одна из версий гласит, что из-за действий Лопатина произошла драка, в ходе которой погиб Павел Рохлов, а Михаил Старцев, нанесший смертельный удар, осужден. Кстати, до сих пор неизвестно, была ли это бита или все-таки трость. Но то, что ей наносились удары, это факт. В частности, первый удар, судя по показаниям свидетеля со стороны Старцева Леаны Лютовой, пришелся именно по ней. Девушка заявила, что увидела, как Лопатин движется с битой в руках к Михаилу Старцеву и решила прикрыть его собой. Она надеялась, что девушку Лопатин бить не станет, но Лопатин на этот фактор не обратил внимания. Леана Лютова также подчеркнула, что мужчина находился в алкогольном опьянении и кричал, что он ненормальный и поубивает тут всех. На заседании выступил еще один свидетель, независимый, ни со стороны Рохлова, ни со стороны Старцева. Женщина не смогла подтвердить, что именно Лопатин стал зачинщиком драки. Однако рассказала про поведение жены Рохлова после смертельного удара Павлу. Со слов свидетельницы, Светлана в не совсем адекватном состоянии села в машину и попыталась наехать на компанию Старцева, но по итогу врезалась в лестницу. На следующем заседании в суд в принудительном порядке доставят еще одного свидетеля со стороны Лопатина, который все это время пропускает вызовы на процесс. В ближайшем будущем должны исследовать видеозаписи с места происшествия и вещдоки. Самый интересный из них, конечно, та самая трость или бита, в которой Лопатин и наносил удары. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.